добрый день господа с вами юрий сейчас получится 10 утра почти сейчас я вам покажу красивого коренного жителя вот она норочка вот она ломанулась воду сейчас я ближе подберусь она меня видит конечно ну пугать ее не хочется так стопроцентно черная пушистая это показатель того что тут рыбы полно я долго ее хотел заснять но не показывалась она тут еще опять очередное невезение рыбак-долбоёб которым там он бегает посреди канала пугает посреди протоки пугает рыбу при этом сука он стоял он побежал просто за мной то есть типичный дебил который сам не умеет рыбачить только другим помехи создают так показываю вот она нырнула вот под этим к нему может конечно кинуться сейчас в испуге а может переплыть вообще на ту сторону будем сидеть ждать вот она сюда забежала где она вылезет значит в эту яму не пойду интересно конечно как она рыбачит плавает она великолепно единственное что ее течением конечно снесет черная красивая молодая причина не сильно большая была в гостях у меня там кое-что погрызла эх не вижу я и зверушка конечно осторожная но тем не менее меня радует наличие норки это наличие жизни наличие рыбы так сюда я подходить не буду но она промышляет в этой яме вот видимо поэтому хариуса нет одна яма вторая может тут сидеть хищник типичный заметил ее когда она бежала по берегу но вот увы не судьба видно снять ладно подождем под дождем может покажется еще может приманим чего-то надо забрать спилен и стать типичный долбоёб тупо подошел встал бляха и там где люди ловили начал алчной кидать еще агитирует костюм купить ну это как бы все можно сказать провокации сейчас из-за него полчаса ждать либо идти на другое место какой-то катаклизм произошел три уже сдохли причем один без моей помощи даже залез костер шерсти не было их вот откуда-то они взялись вот здесь ползает он вот здесь вот два просто шерстиное гнездо одолели шерсть не ладно еще и осы и это все как говорится крутится перед носом рискуя просто попасть в руку или куда-то в нос и при этом они абсолютно не реагируют на данным стране сахар то есть лезут именно на меня вот не обвиняйте меня уже в стокости да но как бы это тем более у меня водки нету сегодня и спирта если цапнет просто 50 грамм сразу принимать это для тех кто не знает да противоядие по кусошершни это вот спирт сразу связывает радикалы все время уже четвертый час идет и сделано немало куча дров на опять напилена здоровых причем но все равно то что хотел сделать не сделал у нас прилетела чем слоют то ли у них реакция на спины на я такая то есть по аналогии как свежие соты да и они вот на запах летят то есть свежих сот пчелам мед воровать потому что по-другому не скажешь то есть другой какой-то реакция потому что был один а тут они уже проложили дорожку пометили просто шевелится все от шершней как бы неприятно при этом жрать им особо нечего вот муха прилетела приличное насекомое порадуешься мухи тут ни один шершень даже вот в эту кружку залез просто нагло гранат у меня тут еще не съеден день конечно холодный с утра мороз уже лед был но тем не менее мошка кусает речка продолжает журчать хариус вроде как начал спускаться но какие-то гады горят рыбаки поставили сетку пробегал мужик меняемый был невменяемый мужик и был очень хороший человек посидели с ним чаю попили он горит выше сетка стоит причем с 3 сантиметра это вообще ни о чем на ленка на хариуса ну то есть алчные твари ничего спортивно ничего как говорится любви природы никакой мостик сожалению сегодня рыбалки толком не получилось что-то прозанимался я строгально пильными делами дровинными всякими хотя рыбу я поймал но отпустил то что венок маленький килограммовый пусть растет тем более он попался на удочку так что до завтра пусть гуляет плохие люди сетки ставят нормально рыба не идет но это как всегда уродов полно аппарат а потом ноет что рыбы не стало вместо что дайте от нереститься нагуляться ничего честно при этом выбивает и молоте все уроды выше не спуститься пару бременном сетку спилить вон какие ямы ладно завтра порыбачим с утра очередной день этой осенней эпопеи который порадовал сказочной погодой и заморозком уже вторым подряд и вчера был заморозок сегодня моя идея ночевать вот я ее решил задробить по причине плохого прогноза на завтра идет очень серьезный тайфун уже так заливая что мало не покажется и резкие перепады был бы мороз было бы нормально но перепады от морозок влаги она как бы к ветру не внушают радости поэтому я сегодня может попозже уеду просто хотя конечно чем черт не шутит можно попросить друзей привести спальник тент ну друзья что домоседы все поэтому жертвы системы домоседы поэтому вот пока я один тут ну и особо рыбачить даже не хочется ну пойду сейчас покидаю удочку хочется пить чай просто забабахать чаю доски подсушилась она хочется еще покрыть олифой пару но это днем наверное пару вот стульчик стол хочется еще пару досок отпилить но это тоже стахановские все эти мечтания конечно хороши в меру ну я вот тут привез себе рулончик еще теплоизоляции так добавочный оставлю до зимы пойду сейчас норку искать вон там ну что можно сказать пятница заслужили мы своей жизни вот этот кайф вот это журчание вот эти плюс и вот пронзительную такую хрустальный звон пронзительные реки в тишине абсолютно он тут уже лед видно ледяных иглу по 5 под 10 миллиметров по 15 беже потом вот норочка бегала вот это воде дерево может кто зайдет из знакомых обкидал этот залом ну чё то вообще не берет под залом пытался запускать насколько можно блесну нихренасть и благополучно вот повесил поплавок на ветке ну возникла мысль что не зря у меня лестница там вода было где я ее делал решил приспособить ее слазить на залом забраться сюда вода резко упала теперь вот есть бурный поток стал не такой бурный не такой глубокий можно спокойно перейти и отсюда кидать под этот берег основной русло там вот но почему-то вообще не даже поклевок не ну суть какая что там самое интересное яма выше вот там вот большая яма я хочу у нее с удочки покидать поэтому сейчас залезу отпилю сниму отпилю место там укреплю можно даже еще придется за гвоздями сходить ну как бы поглядим просто на том берегу я был в прошлый раз то есть перелезал по берегу а потом обратно возвращался вот поэтому бревну но сейчас она сырое и не растаял уже подсохла пол двенадцатого а с утра конечно по скользким объединенным бревном лазить это цирки таких номеров не показывают ну и в сапогах тем более в резиновых скользящих без шипов то есть можно улететь ладно кончаем базарить встаем ох тут еще всякие под ноги убрать ветки мешают чтобы не спотыкаться они раздражают и лезем как говорится лезем делать дело опять удивляешься непостоянству рыбацкой удачи залом и зацепы вчера как сумасшедшая рыба кидалась на приманку на конкретную сегодня она вообще никак не интересуется своим питанием такое впечатление что при том что одинаковая погода разве что ветра нет сегодня еще лучше как бы вода более-менее яма шикарные ну не понимаю вот сейчас кидал в эту яму мушек здесь вот и скидана все и мушками и так нету пытаюсь увидеть что-то или кита разогнала всех съем ну опять-таки на выходе с ям должен стоять ничего нет сейчас вот сюда кину еще блесну все завязываю это вот выше это выше я был позавчера вернее не позавчера но был я и выше там кидал можно конечно по берегу пройти тогда для очистки совести кинуть пытаюсь увидеть что там но не видно ничего камеру запускать возможности нет сейчас с этим как бы мы прекратили видно только листья плывут осень сейчас аккуратно пойду по потому что тут дырки неустойчивые могут просто уйти буреона вот стану вот там вот где камушки на сливчике попробую покидать прям под самый залом хоть и тулово куча веток зацепа но я кое-что выбрал уже удочкой так вроде ходит может кого выманю с малой вероятностью конечно но попытка не пытка вот моя конструкция исправно работает наверно сейчас уберут все-таки лестница лестница мне там пригодится на большой земле голубое октябрьское небо каркаешь и вороны не значу не хотят вон солнце какое яркое костерок так для профилактики подымить отогнать осы шершней чай допитый и разумеется я вот лежу вкушаю тут про апгрейдил себе лежанку всем рекомендую то есть как оказалось он очень даже неплохой на такие вот струганые доски прилипают моментально единственное алюминий конечно красит одежду поэтому на него что-то надо еще ну тот же вот укрывной материал есть короче какую-то накидку делать но в целом сразу теплоизоляция то есть уже никаких сквозняков нет лучше пенки поэтому пенку надо забирать и плюс она все равно раскручивается этот вот я хоть она был в рулоне вот даже я с ним встаю он четко принимает форму даже вот края прилипают если так было бы чем пробить мелкими скобами ну конечно я не ошкурил доски не снял кантик кору не убрал но это как бы времени было так ну вот опять шершень прилетел ай прячемся зараза блин вроде их уже извел штук пять но они продолжают упорно сюда стремится не понять зачем в общем рыбалки нет но в планах посозерцать окружающую природу в планах еще покрасить вот скамейки не окончена лифа и верхнюю часть пока сухо да и вообще доски вот эти тоже хотел проливе пол полу ремушки как бы от влаги от всего потому что потом мороженое уже не покрасишь чтоб она не гнила вот еще со специальным повесил такого цвета что привлекал с ягодками там бесполезно лезут лицо лезут в кружку лезут на стол невоспитанные в общем осые шершни дикие абсолютно норки к сожалению не наблюдал я положил ей угощение яйцо там чуть-чуть кусок яйца вареного сальца правда сальца с перчиком ну какой есть и хлебушка черно дальний восток и никто не скажет что температура сейчас наверно градусов 20 но вот холодный ветер перебивает этот к что это вообще заморозки были утром ну лист облетел 2 2 2 ночь морозная сегодня было минус 4 где-то может даже минус 5 тут и сразу лист пошел облетать весь буквально неделю назад зелень еще было хоть и дождь а тут уже все на холоде не держится вот трупик пчелиный волк шершень пятый уже за сегодняшний день место рыбалки вот продолжаем воевать с ними отгонять их от своего стола стул уже вроде свернут но они лезут периодически вот осы прям не могут остановиться просто вот еще и в дверь они в окно но окон и дверей нет поэтому когда пьем чай эти гости незваные они просто одолевают часть малинкой причем некоторые даже в чайник в носик залезают и сварили сваривать часть малины с пчелами ой не с пчелами извиняюсь сосами рыба короче на все за его ну как бы ладно мы вот тут оставляем все пригодится даже зимой она пригодится можно он прорубь сделать и нырять благо там яма глубокая пролифил досточки не знаю насколько они по холоду подсохнут но хоть какой-то эффект будет хоть нить не будут слегонца если так будут подсыхать более меня так может столик пролифив и сидушку ну пока сидушка в работе бортом время сидушки не пришло ли до я лифа собственно кончилась закончилась хедра так пол-литра условно еще пол-литра площади большие вот такие вот дела вот такое вот все шампуры висят да надо веревочку убрать сказать она просохла кому-то задарю дарить никому ничего не надо если кто придет пользуйтесь на здоровье но только не ломайте ничего не пакостить сердечная просьба может даже что нибудь сделайте полезно я только рад буду влага материала достаточно дрова к вашим услугам даже на рублены нам есть пакетики со спичками с бумагой прям можно даже в сырую погоду достать пакетики с него запалить все продумано тут сахарок и прочие дела чаю кофе йог там ну то есть если кто-то вдруг по инзяки тент я тут не оставляю конечно сейчас железо сворачиваем забираем все пока до первого снега а там уже зимняя тропа будет пробита ну конечно может еще на шашлыки заскочим в конце октября ноября но это уже так это уже чисто сбег сбегания от парановирусной цивилизации но на того кстати стоит их стену надо делать какую-то все равно ветер дует но там близко были комары как бы неплохое место но вот поддувает конечно обе стороны но ничего страшного в принципе три бревна приподнять два боковых и пару не 42 боковых так можно стену в принципе сделать на жердях даже даже ставить тот же тен зимой чтоб не задувало будет вполне с какой-то стороны переносной типа вот коля в таких переносных сделать три штуки уголком их чтоб не пару сил вот я поднялся где-то на пол километра выше своего лагеря уже тут граница антенных полей видно вот березняк это антенные поля растут просто затерянный мир вон антенн вышки стоят растяжки вот тут смотришь вокруг и охреневаешь вообще короче вот видите дерево как вы сухое уже это уже не дерево просто затерянный мир ну конечно если сюда я пришел на месяц раньше когда тут было бурнее рыба больше может было интересно сейчас все уже все сохнет все исчезает жарко кстати я уже вспотел идти по берегу ни одной поклевки вот я даже голенов опять не вижу может траванули рыбу не знаю как-то странно лихо она так ломанулась галянка должен стоять и прочая мелочь а ее нету ну даже бычка не бычок и бычок кстати символ чистоты бычок под камень в общем удовольствие от созерцания вот этого всего вот и вот огромные деревья все это конечно можно было превратить какой-нибудь мини национальный парк там сделать штук пять подвесных всяких мостов пешеходные дорожки там для любителей на великах кататься для любителей шашлыки жарить гостиниц пару-тройку кемпингов разных до насадить вот видите елки растут сразу другое ощущение при наличии ели но вы все общем бездарно это вот все гниет отравляет воду целлюлозой ничего в общем веселого и рыбы нет ну даже ту же воду очистить до сделать там любители купаться чистейшая вода подогрела и чуть-чуть в бассейне и пожалуйста без хозяйственность россии поэтому все так выглядит затерянными дальний восток комсомольск-на-амуре где-то здесь заканчивается мое сегодняшнее путешествие по реке как ни странно промысловая часть абсолютно неудачная причем абсолютное отсутствие поклевок я даже не знаю ночи а здесь еще кину в оловце там кстати странный нехарактерный для таких плюс какой-то тихий прям удивление широкий тихий плюс ну тут видимо перепада высот нет вот еще раз показываю антенные поля он там дальней связи и мне надо двигать солнце клонится вот моя телевышка кстати солнце клонится мне надо двигать вниз опять через потому что я уже опаздываю катастрофически на автобус пол шестого час не до автобуса у меня куча груза еще надо успеть собрать спиннинг все всем до свидания пишите комментарии последние теплые денечки до снега ну кто здесь бывал пишите что ловили что видели с вами был юрич вам пока не могу да вот 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 вот